друзья всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и в сегодняшнем видео попробуем разобраться с такой распространенной проблемой как выбор размера обуви лыжных ботинок ну не только лыжных вообще обуви чтобы вы могли купить приобрести ботинки и дистанционно не приходя в магазин без примерки в россии существует мост который называется я вот даже записал r58 149 2018 принят он кстати не так давно 2019 году но в нем очень все логично написано нарисовано ссылка будет на него в описании для тех кому лень читать я все расскажу и покажу поскольку в мире существует много разных стран и много разных соответственно системы измерения возникает часто путаница то есть вот если в качестве примера можно взять ботинки соломон есть вот на язычке указано тоже несколько размеров и кейер и сей китайский японский вот и они все разные простому человеку с этим вообще очень сложно разобраться на нашем сайте под каждой модели обуви есть вот такая вот шкала для того чтобы понять все таки какой у вас именно размер на самое простое и первое первое что нужно сделать это измерить свою ногу для того чтобы измерить ногу существует несколько вариантов вот у нас например магазин есть такой прибор специальный вот он мерит ширину и длину стопы но собственно у вас он вряд ли есть поэтому вот такой вот измерительный прибор я думаю есть у каждого в принципе линейка до 50 сантиметров длиной найдется в каждом доме вообще не проблема прежде чем начать замер надо понять какую же все-таки ногу нам мерить правую или левую потому что у людей их две и они отличаются как правило толчковая нога она сильнее и она чуть больше как определить какая у вас нога толчковая на самом деле все очень просто толчковая нога как ни странно это нога который мы отталкиваемся представьте что вам нужно перепрыгнуть лужу или каналу вы отталкиваетесь прыгаете и вот той ногой которую вы отталкиваетесь это толчковая нога но если вы перепрыгиваете каналу или лужу с двух ног значит вы амбидекстр как видите все очень просто мы с вами выяснили какая нога у нас толчковая сейчас приступим к измерению берем наш прибор приставляем его к стеночке листочек это у нас тут чтобы свет лучше падал чтобы вам было виднее и ставим аккуратненько ногу здесь важна точность торопиться не стоит ставим ногу таким образом на линейку чтобы она опиралась у нас стенку и ставим на нее ногу и встаем и можно вот с помощью карточки да или какой-то бумажки вот приложить да и понимаем что у нас здесь данном случае 264 миллиметра вот собственно мы получили то значение да с которым мы будем работать в дальнейшем используя шкалу конвертации и так вот перед нами значит таблица конвертации размеров и ну или правильно назвать шкалой сейчас картиночка будет более высоком качестве она себя представляет верхняя строка это размер длина стопы в сантиметр собственно то что мы с вами измеряли как я только что показывал следующее это размер евро и размер английский united kingdom многие путают с украинским но на самом деле это united kingdom как собственно ей пользоваться все очень просто находим верхней строке искомый размер который мы с вами намерили на своей ноге моем случае это было 264 миллиметра далее проводим черту и понимаем что размер евро у меня будет 41 и размер юкей у меня получается между семью и семью с половиной значит данном случае я буду округлять в большую сторону ну потому что понятно что если в меньшую сторону то мне ботинок будет мало важный момент который стоит отметить если вы мерили ногу на желательно ногу мерить том носке в котором вы планируете кататься если у вас на момент примерки носка не было мы делайте тогда запас миллиметра 2 примерно вот к тому значению которое вы получили многих из нас еще осталось понятие размере такое классическое это российский размер оперирует 3 там 42 43 45 российский самом деле корни этого уходит к старому советскому госту который был принят еще в советском союзе вот на сегодняшний день он устарел и вот этот российский размер он близок европейскому но он отличается на один размер потому что европейский размер он меньше чем русский не стоит на него ориентироваться проще всего делать и ориентироваться так как я вот вам только что показал измерили ногу в сантиметрах это объективный параметр он конкретный он понятный потому что мы живем в россии у нас принята метрическая система мы не дюймами меряем сантиметрами миллиметрами и собственно по вот этому показателю мы можем конвертировать с помощью шкалы о котором рассказал и подобрать именно тот размер который нам подойдет наилучшим образом на этом все надеюсь было полезно надеюсь вы для себя разъяснили моменты спасибо что смотрели увидимся всем счастливо